Старинный паровоз на привокзальной площади – один из главных символов Ковалы. Еще в 1875 году император Александр II распорядился построить станцию на пути из Петербурга в Хельсинки. Сегодня город стал крупнейшим грузовым железнодорожным узлом Финляндии. В регионе работают сотни международных транспортных и логистических компаний. В пригороде Ковалы на сотни гектаров растянулись склады – настоящий переволочный пункт для товаров со всего мира. Рядом с сельхозтехникой для южноамериканских стран готовят контейнеры с целлюлозой для Казахстана. Особое место занимают грузы для России. Ширина колей у финских железных дорог и российских одинаковая, поэтому вагоны из Ковалы могут оказаться в любой части России. Например, вот этот сегодня вечером отправится в Петербург, в нем повезут бумагу, а следующий за ним с бытовой техникой уедет во Владивосток. Сегодня в этом промышленном районе Ковалы все чаще слышна русская речь. Константин Наумов – один из руководителей крупной транспортной компании, которая решила поставить свой бизнес на новые рельсы, перевести часть подразделений из Петербурга в Финляндию. Мы арендуем у города Ковала два гектара земли, на которой находятся железнодорожные пути. Там наши вагоны стоят в ожидании заказов, там же они проходят подготовку. Здесь же в Ковале находятся несколько терминалов крупных, которые, собственно, и осуществляют погрузку. И таких компаний уже больше десятка. Город даже в шутку называют «перекрестком семи дорог». Ведь здесь пересекаются еще и автомобильные трассы, которые связывают Ковалу с морскими портами Южной Финляндии. В казармах, где раньше стоял императорский гарнизон, теперь департамент, готовый защищать интересы российских предпринимателей. Мы подготовили больше двухсот человек, которые знают русский язык. Они готовы помогать и подсказывать, как правильно здесь развивать свое дело. Финляндия заинтересована в специалистах из России. Возможностей много. Инновационное производство, сфера услуг, торговля, туризм. В регионе, где традиционно занимались лесной промышленностью, бережно сохраняют старинные мануфактуры. Предприимчивые финны научились зарабатывать на памятниках промышленной архитектуры. Такими сигналами на картонной фабрике Верла начинался рабочий день. Обрабатывать древесину здесь начали в 1872 году. Юсси Леменкянян рассказывает, все станки сохранились с тех далеких времен и до сих пор в рабочем состоянии. Пила очень опасная, покалечила нескольких рабочих. Здесь распиливали бревна на специальные бруски. Как говорят сотрудники музея, каждый лист картона, ручная работа, продукция славилась по всей Российской империи. До 1917 года вот такой картон из Верла большими партиями поставлялся в Петербург. Его очень ценили издатели, они делали из него обложки для книг. И кондитеры с Невского проспекта, они упаковывали в картон пирожные. В конце 20-х годов фабрика стала убыточной, но руководство предприятий решило ее не закрывать до тех пор, пока сотрудники не доработают до пенсии. Последний лист картона здесь изготовили в 1964 году. Сегодня мануфактура, построенная по чертежам архитектора из Выборга Эдуарда Диппеля, всемирный памятник и охраняется ЮНЕСКО. В прошлом году Ковалу посетили больше 100 тысяч туристов из России, в основном из Петербурга. Едут, чтобы покататься на аттракционах, полюбоваться природой и поучаствовать в образовательных программах. Идет постоянный научный и культурный обмен. Многие финны очень ждут гастролей российских музыкантов, особенно любят классику. Билеты на такие концерты раскупают моментально. Русский язык вновь один из самых популярных для изучения на юго-востоке Финляндии. Диаспора наших соотечественников в регионе год от года растет. В Ковале жду, что в скором времени визы отменят, а значит общаться и ездить друг к другу в гости станет проще. Владимир Орехов, Евгений Раков и Олег Скоков. Вести Петербург. Финляндия.